В Вадимирской области выявили 371 случай заражения коронавирусом за сутки. Днём ранее было 368. Госпитализированные 11 человек накануне в больницы попали 16 пациентов. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 158 392. В лидерах по заражениям Владимир 105 заболевших за сутки. На втором месте Муром там выявили 55 новых случаев, на третьем Гусь-Хрустальный 48 заражённых. За сутки в регионе один человек скончался от ковида. Общее количество погибших за всё время пандемии 3511. Число выздоровевших 25. Всего болезнь победили 149 464 жителя области. При восхождении на вулкан в Камчатском крае погиб уроженец Гусь-Хрустального. Информацию со списком погибших при подъёме на вершину распространила одно из информационных агентств. Всего в нём 6 имён. Среди них 34-летний уроженец Гусь-Хрустального Максим Соловьёв. Вот его страничка в одной из социальных сетей. Как сообщила одноклассница погибшего туриста, в последнее время он жил в Москве, а в Гусь-Хрустальном проживала его мама. Максим мой одноклассник. Информация достоверна. Наш одноклассник общался с его мамой. Гибель сына подтвердила. Мы буквально пару месяцев назад встречались с всем классом. А тут такое. Даже не верится до сих пор. Один из бывших сослуживцев погибшего туриста охарактеризовал Максима как хорошего и надёжного человека. Хороший человек, надёжный. Всегда весёлый был. Спортсмен. Бегал быстрее всех в роте. Мы с ним в учебке были в Новгороде два с половиной месяца. Дальше нас раскидали по войскам. После службы общались. Он в гости приезжал ко мне на Селигер. Войска железнодорожные. Хороший человек, добрый. Не верится, что так произошло. Весной общались с ним. Помогал мне с разработкой рекламного сайта. Первые новости о трагедии при восхождении на Ключевскую сопку стали появляться ещё в субботу, 3 сентября. Местный следком сообщал, 30 августа группа туристов из семи регионов России начала восхождение на вершину. Всего в подъёме на вулкан приняли участие 10 туристов и два гида новосибирской туристической компании. По предварительной информации, 3 сентября текущего года, находясь на высоте около 4150 метров, при падении с высоты не менее пяти человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделении ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим. Вскоре спасатели Камчатского края начали спасательные работы, но 4 сентября они не смогли высадиться на вулкане из-за штормового ветра. В понедельник 5 сентября появилось сообщение, что спасательные отряды начали восхождение на вулкан. В настоящее время спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение. Их оптимальная цель – добраться к полуночи до отметки 3300 метров, к домику вулканологов. А утром, с рассветом, продолжить путь до отметки 4158 метров. Между тем, исход поисково-спасательной операции зависит от различных факторов. Погодные условия, наличие пепловых облаков на склонах, таяние летников, сход селевых потоков и камнепады. 5 сентября следком России сообщил о девятерых погибших туристах при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Следственные органы возбудили два уголовных дела. Алексей Домнин, 6 канал. На пожаре в деревне Синицыно Судогодского района сгорели два дома и погиб человек. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в ночь на 5 сентября. Приезду спасателей пламя охватило частный жилой дом, нежилое строение и перекинулось на кровлю бани. Общая площадь возгорания составила 98 квадратных метров. Всего в тушении огня принимали участие 13 человек и 4 единицы техники. В ходе разбора завалов было обнаружено тело погибшего мужчины, сообщают в пресс-службе МЧС. При разборе конструкции обнаружен погибший мужчина, предположительно хозяин дома, 1952 года рождения. По предварительной информации дознавателей, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении. А в поселке Городище Петушинского района во время пожара были эвакуированы 15 человек. На улице Советской в подъезде многоквартирного дома загорелся электрощиток. Сообщение о возгорании поступило в тревожное ведомство вечером 4 сентября воскресенья. Пожарные потушили пламя при помощи огнетушителя. В настоящее время причина произошедшего устанавливается. Погибших и пострадавших нет, из подъезда эвакуированы 15 человек. К ликвидации последствий привлекались две единицы техники, 9 человек. В том числе от воинской части поселка Городище одна единица техники, 5 человек. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. Жильцы дома номер 11 по улице Василисина продолжают бороться с крысами. Напомним, грызуны завелись на местной контейнерной площадке. Этот сюжет мы снимали в конце августа. Грызуны свободно перемещались по улице и давали понять прохожим, что никого не боятся. Поблизости три детских сада и школа. Мимо мусорки проходят малыши и школьники. Жители улицы бьют тревогу, ведь крысы – источник заразы. Боюсь ходить здесь утром и днём, потому что полчища крыс живут постоянно под помойкой и даже выбегают на проезжую часть и живут в подвалах нашего дома, на первых этажах в том числе. В управкомпании нам тогда заявили, что травли крыс – дело непростое. Есть риск случайно травить домашних животных. Но на проблемный репортаж отреагировали в мэрии. Под публикацией в нашем телеграм-канале чиновники оставили комментарии, что для уничтожения грызунов приняты меры. Всё-таки оказалось, что для проведения дератизации никаких противопоказаний нет. В управкомпании «Люкс» подтвердили – крыс поморили и на контейнерной площадке, и в подвалах многоэтажки. Для борьбы с вредителями мы заключили договор и привлекли дополнительную организацию, которая занимается дератизацией и дезинфекцией. Они, соответственно, профессионально произвели работу по дератизации, разместив все необходимые химикаты, морг для крыс, чтобы это, не дай Боже, не попало домашним животным. По словам Михаила Пронина, было уничтожено около 10 грызунов. Однако некоторые выжили. Жильцы дома номер 11 по улице Василисина увидели на помойке крыс снова. Никаких сообщений со стороны управляющей компании, никаких движений не было в течение вот этих дней после репортажа. Я вчера шла, я их видела, и сейчас я специально подошла к помойке. Крысы там, они есть. В управкомпании нам пообещали провести дератизацию повторно. Ну а если местных жителей и тогда не устроят работу обслуживающей организации, то они всегда могут обратиться в инспекцию государственного жилищного надзора области. Там должны помочь управленцам сделать свою работу эффективнее. Евгений Павлов, Шестой канал. На американском пикапе марки «Додж». Свою машину он называет стареньким пепелатцем, ведь собрал он его почти с нуля. Ушло на это 4 года. Был везен в Россию еще неизвестно кем в 90-х годах. Автомобиль мне достался в очень выручающем состоянии. Был мотор у него приконченный, весь гнилой. Ну вот постепенно, постепенно мы его привели в живое состояние с небольшими доработчиками. Вот, собственно, звук настоящего оригинального В-8. Без купюр, без всяких глушителей неправильных, которые не должны быть на этих машинах экологических классов. Все так, как надо. На мероприятие с мастер-классом приехали и специалисты американской школы танцев. Именно они и привезли в Россию музыкальный стиль 50-х годов рокобилли. Предтечу всего рока и рок-н-ролла во всех его формах. То прекрасное время, когда мужчины были врутальными, когда девушки были женственными, носили подъемники, когда они кружились в танцах, и это было великолепно. Танец построен на системе сигналов. Ведущий партнер должен подать команду напарницы на поворот. К примеру, им может быть открытая ладонь. Она может подаваться из различных положений. И как только партнерша почувствует любой сигнал, она должна повернуться в зависимости от того, откуда этот сигнал был входным. На кастом-тусовке в центре Владимира собрались истинные ценители свободы самовыражения. Ведь вся суть этой культуры, по словам организаторов, быть не таким, как все. Как было сказано в моем любимом фильме «Блеск и пламя», общество привыкло, что все рассовывается по определенным прямоугольным коробкам. Так вот, кастом – это такая вещь, которая не влезает ни в одну коробку. Это против общих каких-то принятых правил, и также опять воля самовыражения творчества. Будь то рисунки, татуировки, музыка, мотоциклы или автомобили. Вечеринка в духе кастом-культуры во Владимире прошла впервые. Организатор Роман Балдин признался, что планировал ее уже давно, но руки не доходили. Останавливаться на достигнутом он не собирается и анонсирует для Владимирсов подобные выставки в будущем. Анастасия Козлова, Артем Замозкин, 6 канал. В городе Кольчугино прошел первый фестиваль «Звук металла». Праздник посвящен работникам металлургических предприятий. Началом фестиваля стало шествие трудовых коллективов района. В акции приняли участие сотрудники более 20 металлургических производств. «Кольчугинотрудовое время вперед» – таков девиз фестиваля «Звук металла». В городе Металлургов проходит праздничное шествие работников местных предприятий. Людская толпа движется от площади Кольчугино до площади Ленина. Здравствуйте. Почему решили принять участие в праздничном шествии? Мне не безразлично жизнь нашего города, город Кольчугино. У нас замечательный металлургический завод. И желательно бы восстановить заново рабочие места и наш замечательный металлургический завод. Кем вы трудитесь на нем? Я тружусь волочильщицей, бригадиром на волочильном трубопрокатном цеху. Что входит в ваши обязанности? Делать трубу любого диаметра, любого размера. На площади Ленина жители и гости города ждали мастер-классы по кузнечному искусству. Для всех желающих мастера делали надписи на металле, ковали украшения и даже предметы быта. Дмитрий Маликов – студент третьего курса Московской государственной художественно-промышленной академии. Молодой кузнец изготовил заколку для волос. Для этого он использовал мягкую и низкоуглеродистую сталь. Дмитрий, а с вами вместе можно что-нибудь изготовить? Да, вполне. Например, вот такое украшение. Листок, подвеска. Давайте попробуем. Пожалуйста, давайте одеваться и приступать. Главное в этом деле – соблюдать технику безопасности, говорит Дмитрий. Чтобы не обжечься и не испортить одежду, нужно повязать фартук и надеть рукавицы. После того, как сталь разогрелась, начинаем ковать украшения. В качестве материала у нас кусок арматуры. Наносим поочередные удары молотами. Для удержания заготовки используются специальные кузнечные клещи. Зубила для придания формы. Как только металл остывает, его снова погружают в огонь. Завершающие удары и украшение готово. Почувствовать себя кузнецом на фестивале «Звук металла» в Кольчуге на сегодня мог каждый. Вместе с мастером Дмитрием мы изготовили вот такое украшение. Это лист. Дмитрий, спасибо за совместную работу. Благодарю. Взаимное. Удачи. Всего на площади пять кузнечных горнов. Так называются очаги для ковки. Два из них с урочными приспособлениями для подачи воздуха. Меха. Три горна электрические. Пока одни мастера ковали железо, другие создавали воинские доспехи. Кольчугу делают из обычной проволоки. Получаются вот такие кольца. Изготовление кольчуги довольно кропотливое и долгое дело. У меня тут есть несколько примеров. И полотна небольшие. То есть можно пощупать, посмотреть. Также кольчугу у нас здесь можно примерить и поучаствовать в мастер-классе по изготовлению колец для нее. Почувствовать себя воином каждый ребенок мог в битве на тимбарах, мягких мячах. Взрослые соревновались в армрестлинге. Сергей Ануфриев померился силой с другом и выиграл. Мужчина работает на одном из местных заводов. У меня есть награды. Я работал в Кольчугино, в этом городе, в заводе. Я отработал 25 лет на заводе. И желаю всем счастья. Жители Кольчугина поздравили местные власти. На фестивале присутствовали главы района и администрации, мэр города и другие чиновники. Это праздник всех предприятий, которые работают в металлургии нашего города. Кто работает с его литьем, с обработкой. Этих предприятий у нас несколько десятков. В рамках звука металла мы восстановили вот такую советскую традицию. Мы сегодня прошли шествием трудовых коллективов наших предприятий. Кольчугино – это город металлургов. В каждой семье ни одно поколение работало на заводе и работает на различных металлургических производствах. Мы очень надеемся, что сегодняшний первый фестиваль заложит хорошую традицию и будет каждый год притягивать все больше и больше участников. Днем публику развлекали ансамбль «Медовый спас» и Владимирская рок-группа «Вне трафика». С наступлением темноты кольчугинцы наблюдали световое шоу и выступления московских артистов. Среди них лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец. На вечерний концерт пришли сотни зрителей. Артисты говорят, что в городе Кольчугино публика благодарная. Зрители разновозрастные. Большинство из них – поклонники рок-музыки. Какую музыку любите? Рок! Как программа? Замечательная программа. Танцуйте! И танцуем, и поем. И эмоции прям прут. Все замечательно. Как отмечаете? Отмечали. Как отмечают? Отмечаем по-русски. Этергетика просто бешеная. Кольчугина. Я вообще была просто поражена тем, как публика принимает. Такой народ, ну, просто как будто на одной волне. Мы настолько в жилу-высу, я давно уже не получала таких эмоций. Спасибо большое. Когда все, понимаете, обмен энергии происходит впрямую, вот непосредственно вот так. Это не передать словами. Это нужно только... Вот, допустим, я сошел со сыном, меня до сих пор несколько подколбашивает от эмоций. Это здорово. Очень хорошо. Кольчугина, форелла. Местные власти планируют сделать праздник ежегодным. Фестиваль завершился большим фейерверком на площади Ленина. Многочисленные залпы раздались прямо над головами зрителей. Евгений Павлов, Егор Дейкевич, Шестой канал. В палатах Владимира Сульского музея-заповедника состоялось вручение премии имени Михаила Спиранского. Одна из задач подобных торжеств – дань памяти уроженцу села Черкутино. Выходец из низов Спиранский смог привлечь внимание императора Александра I и возглавил его реформаторскую деятельность. Впоследствии Михаил Михайлович сделал то, что не смог ни один юрист. Сыграл важнейшую роль в систематизации законов Российской империи при Николае I. Об этом рассказал председатель Заксобрания области Владимир Киселев. Почему именно Михаил Михайлович Спиранского? Потому что, ну, наверное, один из самых величайших реформаторов вообще всей истории нашего российского государства, который смог сделать то, что до него не сделал ни один ученый, ни один юрист. Он смог свести все законы нашей Российской империи, которые были приняты при разных правителях, при разных царях разных времен, в единый свод законов. 2022-й стал юбилейным для Всероссийской общественной правовой премии. В январе исполнилось 250 лет со дня рождения самого Михаила Михайловича Спиранского. Всероссийская правовая премия и его имени была учреждена в 2011 году Ассоциацией юристов России по инициативе Владимирских правоведов. Лауреатами прошлых лет становились Дмитрий Медведев, Сергей Степашин, а также Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по законодательству. Я очень рад, что мы продолжаем эту традицию. Я очень рад, что мы продолжаем традицию вручения этой премии на той земле, где Михаил Михайлович родился. Я очень рад, что у нас замечательные лауреаты. И, конечно, я всех нас поздравляю. В этом году за вклад в развитие права премию вручили председателю Российского исторического общества Сергея Нарышкину. По его мнению, Спиранский не только юрист, но и историк. Спиранский глубоко интересовался и изучал отечественную историю и умел извлекать из нее уроки. И вообще сам титанический труд по модификации законов Российской империи вполне справедливо назвать историческим. Хотел бы напомнить вам, что историки смотрят на правовой пакет как на исторические источники. В Рио губернатор области подчеркнул пример Михаила Спиранского, безусловно, и другим наука. То, что это действительно высшая общественная награда Ассоциации юристов, тоже очень важно. По той причине, что наше государство подрежье находится в становлении, находится в необходимости систематизировать происходящие процессы, адаптировать законодательство. И тот пример тех, кто получил уже премию, является, я думаю, вдохновляющим примером для тех, кто сейчас работает над законотворчеством. Церемония вручения премии завершилась. Кто же станет следующим лауреатом, будет известно через год. Алексей Домнин, Шестой канал.